В прошлый раз мы закончили на повторении, мы все-таки движемся до конечности, поэтому нужно убедиться, что все хорошо, ну или по крайней мере, это подавляющее общество, хорошо ускорили категории предшествующие, на которых все наши знания основываются. Мы дошли до нечто, мы рассмотрели, что качество можно взять как со стороны бытия, это будет реальность, так и со стороны отрицания, и это, собственно, и будет отрицанием. Мы рассмотрели, что разница на самом деле ничтожная и снята, и что, как и отрицая определенность, все равно она остается в наличном бытия, и вот эта разность реальности и отрицания, которые ничтожные снимаются, является внутри себя бытием, наличного бытия. Его собственное внутреннее отрицание, которое наличное бытие преодолевает и восстанавливает себя, равное самому себе нечто. То есть, на первый взгляд, мы видим форму, мы видим форму наличного бытия, но знаем, что есть у этого наличного бытия, его внутри себя бытие, его отрицание внутри него самого, которое преодолевается, и наличное бытие снова восстанавливает себя, потому что и реальность это наличное бытие, и отрицание это наличное бытие, и разница между ними ничтожная, и исполнение она есть. И нечто, таким образом, не предстает перед нами, как нечто такое неподвижное, а нечто предстает перед нами, как процесс становления уже с самого начала, как отрицание отрицания, благодаря вот этому внутри себя бытию, благодаря вот такому развитию определенности внутри нечто. Нечто, таким образом, оказывается становлением, а точнее, более конкретным становлением, изменением. Если установление момента бытия ничто, то изменением, момента бытия представлен самим нечто, момент ничто представлен тем, чем нечто, но иным. Как мы смотрим на нечто, даже если не мы смотрим, вот оно есть само по себе нечто, по форме вроде как простое, но мы видим его внутри себя бытие, и уходим в отрицание этого нечета, когда рассматриваем его внутри себя бытие. Но потом видим, что это внутри себя бытие, это действенное, с этим нечто, и нечто восстанавливает себя. Вот у нас сначала было нечто, потом стало нечто, и уже немножко не такое. Вроде как это нечто, но уже другое. Вот, по-разному можно описать, почему нечто является становлением. Вот спросите меня, кто присутствовал на вчерашнем нашем, не на вчерашнем, на прошлом нашем собрании. Я скажу, некто. Это очень абстрактно, никакой конкретики я не внесла. Но, 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 это опять-таки очень относительно. Все-таки какую-то конкретику я внесла. Я сказала, что некто все же присутствовал, что-то было. Это очень террористично, это определенность есть. Да, какую-то определенность я внесла. Ну, опять-таки, абстрактная, конкретная, это категория относительная. Мы здесь занимаемся тем, что делаем абстрактные категории более конкретными. Да, и важно увидеть именно то, что нечто является процессом. И нечто является становлением, что оно живое внутри себя, что это не какая-то мертвая категория. И не только тогда мы будем иметь моральное право двигаться дальше. С одной стороны, по истории своего развития, наличное бытие – это результат снятия становления. А по тому, что мы увидели дальше, наличное бытие – это бытие с определенностью. И так, и так правильно. А спокойная простота? Можно и спокойная простота, но, по моему личному мнению, спокойная простота – это дополнительный театр. Это, скорее, синоним. То есть можно обойтись и без этого. То есть это, почему бы нет, но можно это иметь в виду. Наличное бытие. Каждый раз, когда мы говорим о наличном бытие, мы помним, что это просто бытие с небытием, бытие с определенностью. И нечто уже потому, в себе становление, потому что оно есть определенное наличное бытие. А наличное бытие – это бытие с небытием. Таким образом в нечто есть становление. Но мы и еще подальше продвинулись. Мы уже поняли, что в наличном бытие есть еще и внутри себя бытие. Вот это развитие определенности. Что как мы не отрицаем определенность? Вот у нас появляется отрицание. Мы вроде бы как хотели рассмотреть определенность, рассмотреть качество как со стороны бытия, так и со стороны небытия. И вроде как отрицаем качество в отрицании. Но ничего не получилось, все равно определенное наличное бытие, все равно в реальности есть отрицание. Поэтому абсолютно отрицать у нас не получилось. Все равно вот это в наличном бытие есть, и это не наличное бытие, но это и небытие в то же время. То есть сахар в чае, он уже, сахар же не чай, но тем не менее сахар растворился в чае, чай сладкий теперь. Но да, мы сейчас говорим о том, что нечто есть становление, потому что в нем есть развитие вот этой определенности. Различия сняты, но есть. Они есть внутри. Оно вроде как и не равно, а вроде как и равно самому наличному бытию, которое таким образом есть определенное наличное бытие, наличносущее нечто. Я просто делаю упор на вот этих словах, которые Гегель выделял курсивом, о том, что нечто есть первое отрицание отрицания, о том, что нечто есть внутри себя бытие, точнее, содержит в себе внутри себя бытие, различия реальности и отрицания. То есть Гегель все это подчеркивает курсивом, как раз для того, чтобы показать, что нечто живое, что оно становится, причем оно становится самим же собой, что оно есть отрицание отрицания, вроде бы как отрицает саму себя в виде своих определенностей, в виде снятости своих определенностей, но это различие преодолевается, и нечто восстанавливает себя, как равное самому себе. Вот если посмотреть глубже в то, почему нечто в становлении, да, мы знаем, что нечто, как наличное бытие, содержит в себе оба момента, и бытие, и небытие, есть в себе таким образом становление. Ну вот на этом, в принципе, можно остановиться, это удовлетворительное объяснение, почему нечто есть в себе становление. Но можно еще помнить, или задумываться, или проанализировать, что и в других глубоких смыслах нечто есть в себе становление. Нечто есть в становлении, момента которого уже не абстрактное бытие и ничто, а уже определенное, с определенностью. То есть не бытие, а наличное бытие, а конкретно наличное сущее, и не ничто, а тоже наличное сущее, но взятое с отрицанием, как и не было. Человеческий язык прекрасно отразил то, что бытие и ничто переходят друг к другу в форме будущего и прошедшего времени. Вот, например, какой-нибудь талантливый молодой человек, есть в нашей партии. Ну, помимо того, что действительно есть еще, но вот какой-то конкретный был. Что это значит? Вроде бы это форма глагола быть, слово был, но был это значит, что нет. Все, больше он не партии. Когда-то был, не перешел ничто, как партии. Или наоборот. Какой-нибудь молодой талантливый человек, который только смотрит наши ролики или, ну, например, вот эту видеозапись или какие-то другие видеозаписи на канале. Рабочая там на Москве, а может быть, не только на этом канале. Есть он среди партийцев? Будет. Будет. Нет его сейчас, но он ничто перейдет к бытие. Вот такие категории. В бытие ничто содержится в нечто. Там только что рассмотрели, что содержится, потому что нечто – это определенное наличное бытие. Категория становления содержится? Ну, вот только что я объясняла много раз, разными способами, почему становление содержится в нечто. Потом, дальше, наличное бытие содержится? Ну, а как оно не содержится, если нечто – это определенное наличное бытие? Определенность содержится? Ну, конечно. Качество содержится? Содержится, потому что есть определенность, которую можно рассмотреть изолированно. Реальность отрицания содержится, я вот только что объясняла, что реальность и отрицание содержат в снятом виде. Как внутри себя бытие ничто. Вот. Теперь, да, мы рассмотрели все категории, увидели, что они действительно содержатся в нечто. И просто более конкретные изменения и есть становление. И момент уничтожения таким образом есть в любом изменении. Хотим мы этого или нет? Ну, а я опять-таки приводила трагический пример с маленьким вашим преподавателем науки и логики, который когда-то и наукой источнице. Вот где? Вот такой вот преподаватель науки и логики. Во-первых, когда он в источнице вот такой вот сидел, он не понимал логики, не знал вообще ее существование. Вот такая вот Ксения Федоровна, вот такая вот я. Она уже когда-то появится, больше не появится никогда уже. Все, она погибла. Она своей гибелью дала жизнь мне вот такую вот большую. Ну, это звучит трагически, это звучит трагически, но это один из способов рассмотрения. Это не значит, что погиб человек, когда человек уже вырос, прочитал логики, теперь может здесь стоять. Вот. Но момент восстановления есть и в изменении. И в изменении мы не говорим, что нет бытия и нет ничто, а мы говорим, чем теперь представлено бытие и ничто. Ничто же, ничто содержится в изменении, но как другое на личном случае. А конкретный пример жизни, ну вот, собственно, я это уже привела, что вот такого уже больше нету. Все, исчезла. Перешла в ничто. Перешла в ничто. А тем не менее, только ничто, она еще и бытие, правда, уже в некоторых значениях не подействуется. Когда мы говорим о том, что социализм встал, это значит, что в каком-то смысле становление само себя с него. И теперь социализм есть. Но он меняется, и это тоже результат борьбы, который содержит в себе как бытие социализма, так и его ничто. И изменение социализма и становление социализма в каком-то смысле различны, но становление социализма продолжается и после того, как общественная собственность на средства производства возобладала, когда она стала преобладающей. Но любое изменение, оно и есть становление. И даже после того, как социализм уже стал, все равно в нем сохраняется борьба со различных тенденцией. И в какой-то момент ничто может возобладать, если силы перевесят. Ну да, в общем, мы увидели, и я надеюсь, убедились, что нечто есть в себе становление. Как Дмитрий правильно сказал, в момент этого становления само нечто и иное. Я думаю, что у нас сейчас уже найдется много товарищей, которые смогут рассмотреть получившийся результат. Это ведь уже что-то новое. Надо рассмотреть то, что мы имеем. Что-то новое. Вот раньше мы не говорили об изменении, а сейчас заговорили. Ты думаешь, что становление это скорее про переход из ничто в бытие, прогрессивный, а изменение это наоборот. Но ведь социализм может изменяться и в полный коммунизм. Изживать свои родимые пятна, изживать мещанскую психологию, изживать преобладание личных интересов над интересами общественными. Если это все выполняется, если общественная собственность на средства производства развивается и поддерживается, и общественные силы противятся переходу общественной собственности в собственность частную, отодранную от общества насильно, то происходит изменение. На самом деле социализм, ну это же прекрасно, мы все пытаемся построить социализм, но если социализм построен, то это то, что нужно изжить. Потому что социализм это не развитый. Не развитый такой иммунизм, не развитый изживать. Вот когда мы, например, представим, что мы уже при социализме, все, бороться должны, но это не значит, что мы должны бороться с социализмом, а мы должны бороться с тем, что он еще не полный коммунизм. Но по сути отрицать социализм. Но не таким образом, как наши идеологические враги, они по-другому отрицают. Ну, кстати, они и на руку нам тоже отрицают иногда. Ну, собственно, они дали такой большой опыт трудящимся, как с ними в садиме бороться. Вспомним интересный пример, да, тоже, про развитый, развитой, в кавычках, социализм. Ну, что это значит? Развитый социализм. Это значит, по сути, развитая неразвитость. Если находиться внутри социализма, развитая неразвитость. Если мы неразвитость будем развивать, получим, что? То, то, откуда и вышли. Социализм – это неверная идеологическая конструкция, потому что, по сути, это значит, развитая неразвитость. Когда социализм разобьется, это коммунизм. Если наши, если наши, значит, те, кто называл себя идеологами в то время, не говорили о том, что они перешли в полный коммунизм, значит, они явно кривили душой. Ну, то есть, со мной, стороны, развитый социализм может означать полный коммунизм, но они же не говорили о полном коммунизме, значит, это что-то другое. И это, по сути, это оказалось развитая неразвитость, это значит, что отход обратный капитализм. Нечто иное, совершенно верно. Вот. Нечто иное. Нам нужно рассмотреть. Они вообще в чем-то похожи, не похожи. Что это за моменты такие? Необходимо еще увидеть вот эту связь. Почему мы, в принципе, говорим только об ином? У нас же два момента получилось. Почему мы только... Ну да, есть же еще и нечто. Вот, вот. Это определенное на личное бытие. Это же определенное... Есть определенное? Это на личное бытие? Есть, да, Есть определенность? Есть. Отделяется, определяет, содержит в себе свое отрицание, благодаря которому оно не такое же, как все остальные. Мы его различаем, различия есть. Вот. То есть, иное есть нечто. Они оба нечто, и они оба иные. Но, теперь, нужно посмотреть, насколько глубоко вообще вот это инобытие, бытие иным, насколько глубоко оно проникает в нечто. То есть, с одной стороны, да, нечто иное для какого-то иного. И само инобытие таким образом отталкивается от него. Само-то по себе оно не таково, само по себе оно нечто. Оно никакое, не иное. И но, тем не менее, не остается ни одного нечета, которое не было бы иным. Все нечто иное. Так получается. Но, ну да, и инобытие это что-то внешнее, как будто бы что-то чуждое, что-то неприятное, нечто, что оно от себя отталкивает, но отталкивать до конца не может. Поэтому, поэтому мы вот за это инобытие ухватываемся и рассматриваем, а что же такое значит иное. Вот что оно вообще есть само по себе. Вот почему нечто может быть иным. Потому что надо разобраться, поэтому мы глубоко проникаем, пытаемся проникнуть в понятие иное, для этого мы берем иное изолировано, иное само по себе. Вот. Да, совершенно верно, они оба нечто, они оба иные, но и инобытие все же находятся вне нечто. Вот. Если коротко сформулировать вот эту дорогу, то так получится. Оба нечто, оба иные. Потому что не остается ни одного нечто, которое не было иным для какого-то другого. Вот. Но и на бытие вне содержится, поэтому следует иное брать само по себе. иное следует брать само по себе. Нужно. Нужно именно обосновать, почему мы берем иное само по себе. Мы до этого еще не дошли. То есть я об этом рассказала только что. А вот, видимо, с того момента, как мы увидели, что нечто есть становление, все уже согласны, что нечто есть становление. Удалось мне доказать за эту пару, что нечто есть становление? Есть. Моменты этого становления нечто иные. Теперь нужно смотреть. Нужно как-то двигаться дальше от того момента, когда мы увидели нечто иное. Во-первых, сказать, остановиться на том, что они оба нечто. А во-вторых, сказать, что вместе с тем они оба иные. То есть нечто само является им, само является своим же отрицанием. Как-то так получается. Нужно вот именно на этом заострить свое внимание. Именно это составляет развитие. Вот это как получается? Вот просьба рассмотреть два момента, что в себе заключает? Рассмотреть – значит увидеть противоположное. Когда мы берем два момента, мы берем их как различные. А когда мы их рассматриваем, когда мы рассматриваем это различие, мы видим, что оно исчезает и стирается. Рассмотрели – это значит увидели противоположное, увидели их тождество. Вот. Берем нечто иное, и если мы рассмотрим два момента, значит, что мы должны уничтожить разницу. Вот когда такие вопросы возникают, является ли одно другим? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в понятиях. Является ли иное снятием иного из двух? Ну да, потому что, во-первых, они отрицают друг друга, этого никто не может отрицать. А во-вторых, они содержат друг друга каким образом? А то, что без этого иного, этого иного бы не было по отношению к нему. Ну понятно. Но помимо вот этого соотношения внешнего, есть еще и внутреннее соотношение иного. То есть мы, когда увидели, что инопытие отделено от нечто, но все-таки содержится в нем, мы смотрим на иное само по себе, на его внутреннюю природу. Отказались от всякого нечто, смотрим только на иное. Что значит иное? И что же иное само по себе означает? Ну да, хочу, чтобы все-таки этот переход был сформулирован. Потому что это же переход. Когда мы увидели, что в становлении есть два момента – нечто и некоторое иное. Рассмотрим два момента. Что значит рассмотреть два момента? Увидеть противоположность, то есть уничтожить разницу. Мы их берем в их различие, а рассматриваем в это различие – уничтожаем. Каким образом мы их уничтожаем? Очень просто. Во-первых, мы увидели, что оба они нечто. Это их первое тождество. Вот в чем они. Вот в чем они равны. Мы увидели, что они во-вторых оба иные. Полностью ли они от этого тождественны? Ну да, теперь мы уже рассматриваем вот это их тождество. Что значит рассмотреть? Что значит увидеть противоположное. Уничтожить, можно сказать, на словах. Мы увидели их тождество, а теперь видим и разницу. Можно ли сказать, что в этом рассмотрении их различия снимаются? Да. Ну, сначала различия снимаются, а потом тождество снимается. В общем, развлекаемся, как хотим. Увидели, что они оба нечто, оба иные, тождественны. И можно раскрыть. Вот если строить свой рассказ о том, что они оба иные, можно раскрыть свой рассказ. Неважно, какое мы нечто возьмем за нечто, другое будет иным, но и по отношению к иному будет тоже иным. Так что не останется никакого нечета, которое не было бы иным. Ну, вот можно вот такой вот мудреной фразой. Но достаточно просто сказать, что они есть нечто, они оба иные, если помнить, если знать, о чем мы говорим. Мы говорим именно об этом. О том, что все иные. Вот. И на бытие. Бытие иным, оно же все-таки остается внешним. То есть, несмотря на то, что любое нечто есть иное, несмотря на то, что любое нечто есть иное, и на бытие все-таки внешне нечто, все-таки отделено от него. Нечто не есть лишь свое и на бытие. Никто не есть лишь мне Андрея Анатольевича Федяна. Мое бытие не ограничивается тем, что я не товарищ Федяна. Не только это. У меня куча других определенностей. Вот. Только и на бытие не ограничивается. Но мы можем рассмотреть на бытие просто само по себе, как понятие. Вот. Рассмотреть что значит? Рассмотреть. Что значит слово «рассмотреть»? Увидеть противоположность. Да. Увидеть противоположность. Если мы берем два момента, значит, мы берем их в различие. А увидеть противоположность – это значит, различие превратить в тождество. Любое нечто есть и нечто, и иное. Оно тоже есть и нечто, и иное. Нужно все вот это проговорить. Любое иное есть нечто, а любое нечто есть иное. То, что нечто есть нечто, в принципе, можно не говорить, потому что это тавтология. Можно сказать, можно не говорить. Просто вот ты своими словами прекрасно сформулировал, я это не говорила, все слышали, я это сказала вам, что вот то, что я формулировала как. Во-первых, нечто и иное – оба нечто. Во-вторых, нечто иное – оба иные. Вот я вот таким образом это сформулировала. Уничтожу тем самым их разницу. Иван это сделал по-своему. Он сказал, что любое нечто есть иное, любое иное есть нечто. Сделал то же самое, что и я. По-своему. Вот это я и добивалась. Так надо. Это свидетельствует о том, что вот эта материя глубоко понятна. Такое творчество. Переход мы совершим только в том случае, если увидим, что мы можем посмотреть иное само по себе. Почему мы можем посмотреть само по себе? Потому что нечто, несмотря на то, что вот ты правильно сформулировал, что они дождественны. Но, тем не менее, нечто не есть лишь свое иное бытие. Оно не есть лишь иное. Вот нам нужно именно обосновать, почему мы вдруг начинаем рассматривать иное само по себе. Мы же рассматривали их в сравнивании. То есть и нечто любое есть иное, и любое иное есть нечто – но. Но нужно сказать, что нечто все же не есть лишь иное. Что иное бытие находится вне его, поэтому вот то, что вне его, вот мы только что родили. То, что вне, то, что уже не принадлежит нечто – вот это вот новое, иное бытие, которое мы и можем теперь рассмотреть отдельно. Вот это наш результат. Мы рассмотрели их в тождестве, но мы увидели, что есть еще и разница. И что бытие иным – это что-то новенькое. И вот это ино бытие, иное нужно брать уже само по себе. Почему я вот так легко говорю – ино бытие- иное? Потому что ино бытие, что это такое, Дмитрий? Иное бытие. Бытие иным. Бытие иным. Вот ты. У тебя есть ино бытие? Конечно, у тебя есть. Ты иное по отношению ко всему. Ты иное по отношению к самому же себе, но об этом сейчас мы скажем. Бытие иным. Бытие иным. А иное и бытие иным, по сути, это мы тоже. Бытие иным. Ну вот. То есть мы увидели, что несмотря на тождество, ну вот у нас вроде бы разные моменты. В то же время это даже детство, но в то же время мы опять-таки говорим о том, что нечто не есть лишь свое иное бытие, оно не есть лишь иное. Что есть вот эта разница, мы за эту разницу хватаемся и говорим. Рассматриваем иное само по себе. Ну, собственно, иное само по себе. Отмыслили любое другое. Просто берем вот только его. Вот и в этом случае иное вот так вот само по себе, когда все остальное иное ружье отсечено, что оно означает? Да что все его отрицания на него же самого и направляется. Оно иное и такое, какое было только что секунду назад. Или не секунду назад. Или многое столетие, многое тысячелетие, многое. Иное само по себе, вот там это залежено. И мы пришли к изменению самого иного. Вот к раскрытию. Вот мы таким образом раскрыли это понятие вот иное. Все целое, не равное самому себе, не изменяющееся и отрицающее саму себя. Вот иное вот. Начали грязнуться в бездом. И о том, что иное само по себе есть иное самому себя, мы можем говорить, потому что мы увидели инопатие изолированным, внешним. То есть мы сначала говорили о нем только в сравнении или в дождестве с нечто, а вдруг увидели, что оно-то и вне нечто содержится. Что не только с нечто иное, хотя мы увидим, что иное все-таки не открыто, но тем не менее. Вот на данном этапе мы увидели, что инопатие вне нечто. Хоть и любое нечто есть иное, по отношению к другому. Но все равно не хочется относиться с нечто, правильно? Или не нужно? Ну зачем? Изолировано берем от любого нечета. Изолировано. Все. Мы увидели, что оно вне. Но рассматриваем то, что получилось. Рассматриваем его вне. Рассматриваем вне соотношения к чему угодно. Вот. Ну и тогда получается только есть не то, что оно одно, но иное иное самого себя. Да. Внутри себя. Да. Иное самого себя. Иное само по себе есть. Вот такая вот формула. Ее можно запомнить там. Ну все-таки многие, кто изучает, пытается изучать диалексику, кто или кто критикует изучение диалектики, они говорят о том, что вот нельзя заучивать категории наизусть, нужно понимать. Но оно другому не мешает. Ну сначала заучим. Сначала будем повторять. А потом и дойдет. Вот это реальное соотношение, которое за этими словами кроется. Что действительно иное. Вот рассматриваем чисто понятие. Иное. Что такое? А ведь его можно так взять. А почему мы можем так взять? Это потому что оно содержится все-таки вне нечто. Несмотря на свою должность. Вот. Берем и рассматриваем его вне. И вне всего другого. Изолированно. Иное само по себе. Не может ни на кого больше направить свое отрицание. Кроме как на самого себя. Нет Дмитрия, по отношению к которому ты иной. Твое навытие никуда от себя не выходит. Всегда с тобой. Постоянно. Каждый раз. Вдыхаем и какой-то другой мы умираем. Ничего страшного. То есть получается, что мы изменения видим уже. После того, как понимаем, что иное иное есть. А оно уже иное. А не тогда, когда мы рассматриваем нечто. И утверждаем, что оно есть в себе становление. Правильно? Мы глубже вникаем в понятие иное. И того, как увидим то же. То есть надо сначала эти моменты получить. Получить. Главное получить, что они тождественны друг к другу. И они являются или иными друг другу. Да. Анализируем все противоречия. Вот формальная логика боится противоречий. А мы их каждый раз анализируем. Вот у нас такое противоречие, которое рождает дальнейшее развитие. Потому что они тождественны. Потому что они вместе с тем раздаются. Ну да. И можем говорить об иного только после того, как увидели его. Не то, что мы его насильно изолировали. Вот как оно есть, оно само изолируется. Мы не виноваты. Не из-за нас это произошло. Иное, по своему понятию, содержится вне нечто. Хотя и тождественное нечто. Вот с этим противоречием мы столкнулись и рассмотрели то, что получается. А получается иное само по себе. Иное само по себе есть иное само по себе. Самого себя. То есть все целое неравное самому себе, отрицающее себя, изменяющееся. Но вот есть еще что-то новое. Вот. Ну есть и формула, еще иное, много есть иное. Такая двоякая, содержит в себе двоякий смысл. Но лично мне по душе, когда именно в понятиях говорится, в понятиях подчеркивается разность моментов. Не достаточно сказать просто иное, иное есть иное. Нужно в понятиях выразить вот эту разницу, которая в этом предложении содержится. Соответственно. Вот это противоречие, которое вскрыл Андрей Анатольевич, то, что оно иное, то, что оно дождественное. Разницу вскрыл и тождество. Самому себе, самим собой разница и тождество. Вот. То есть, если раньше мы говорили о разнице и тождестве двух нечто, одно из них нечто другое иное, то теперь одно само по себе. Одно по себе уже содержит в себе это противоречие в отвлечении от всего остального. Ну вот как оно есть, уже задержит. Да даже если не одержит, тогда это тоже может вполне на самочувствие человека влиять. Вот, например, вот значок Андрея Анатольевича, серфинолог. Он не значка, значит, чувствовал себя вот одним образом, а потом значок нацепил и сразу приободрился. Вот я вниз. На самом деле не вспомнил, что они что-то делают для общества. Не просто там я этот значок нацепила, а потому что имею полное право, потому что работаю на общие интересы. То есть мы оба момента каждый раз должны видеть, что это и то же, и не то же. Все должны видеть. Но определенности разные. Нет, но все равно определенности разные. Ну, например, опять-таки, когда был единый суперконтинент Пангия, там еще и отрицание той же самой жизни было, потому что вулканическая активность, высокая пипел, очень много видов живых организмов. Становление всегда и во всем есть. И не только по отношению, не только по отношению к тому, что вот жизни когда-то не было, а вот даже и в самой жизни есть отрицание самой жизни, потому что все умирают. Содержит ли в себе снятие? Что такое снятие в понятиях? Это отрицание с удержанием. Отрицание есть? Есть. Ну, другое очевидно. Удержание есть? Конечно, есть. Потому что вся эта неживая природа служила пищевым субстратом для природы живой. Вот. Ну, то есть это помимо отрицания, помимо разности жизни и нежизни, есть еще и удержание того, что не жизнь в жизни тоже содержится. То есть можно сказать так, что неживая природа служила тем, что удержала в себе живая природа, но развелась на этой основе в виде иного. Да, как более развитая материя включила в себе более неразвитую материю. И до сих пор это происходит. И не только тогда, когда это произошло, а сейчас есть. Продуценты и консументы. Продуценты – это организмы, которые, по сути, из неживой природы делают живую. Которые для всех остальных продуцируют питательную среду, воздух, кислород. Это всякие элементы, уже и химические имеется в виду, да? Которые содержатся в неживой природе? Ну, белок тот же самый, сахар, на котором произрастает неорганические, короче говоря. Да, из неорганики делают органику. А это уже, мне кажется… В любом случае, мы самые простые и самые абстрактные категории найдем в чем угодно. Еще даже о скачках никаких не знаем, а уже видим, что и происходят изменения, и что в каждом нечто… не в каждом, но… совершается вот это… сосуществование вот этих двух взаимоисключающих моментов, что оно и в то же время одно и то же, и в то же время равно самому себе, и не равно самому себе. Вот что я пыталась… вот что я пыталась… чего пыталась забиться. То есть, вот в этом рассмотрении иное, иного есть иное, один момент – не равенство с тобой, а другой момент – равенство с тобой. То есть, вскрыть это противоречие. Указать два момента, которые противоположны. Вот. То есть, да, мы можем сказать иное, иного есть иное. Но нужно все-таки раскрывать, что содержится как в момент равенства с тобой, так и в момент неравенства с тобой. Вот. В этом утверждении иное есть иное. Мне больше всего нравится такая формировка. Мне не то, чтобы ее звучало наизусть, но просто так постоянно получается, как мне размышлять, постоянно получается так, что иное само по себе есть иное самого себя. То есть, всецело неравное самому себе, отрицающее себя, изменяющееся. Но то, во что оно изменилось, есть иное же. Иное же, не содержащее никаких других определений. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно думать в понятиях. Если спрашиваем, есть ли то, что мы делаем развитие в категории, значит, нужно во-первых, представлять, что есть развитие категории. Каждый раз, каждый ответ на вопрос означает, что мы, во-первых, берем, а что это такое? Ну вот, вопрос конкретный о развитии категории. Что такое развитие? Развитие – это движение простого к сложному, низшему, к высшему. Происходит это, конечно, происходит. Более простые категории включаются в состав более сложного. И не наоборот же происходит. Есть развитие, есть переградь. Но в любом развитии, опять-таки, есть момент становления. Например, момент возникновения. Материя, энергия, нужно оставлять после себя, другую материю. Энергию нужно оставлять после себя общественное производство. Вот, что мы должны после себя оставить. Не ограничиваться червячками или пеплом, а все-таки оставить после себя что-то хорошее. Мы, как диалектики, регресс включаем в нашу систему, чтобы знать, чего не делать. Ну, то есть, регресс-то остается в снятом виде. Мы же тут собрались не для регресса, а не для того, чтобы деградировать. Вот вся наша деятельность – это отрицание деградации. Вот чтобы не деградировать. Удерживаем. Удерживаем в себе. Мы увидели, что нечто есть в себе в становлении. Прошу. Как идти к новому-новому? Вот у нас есть нечто как в становлении. В становлении что значит? Что есть два момента. Два момента. Два момента. Нечто и иное. Вот. Соответственно. Два момента. Они есть. Разные. Так. Но все-таки есть это блок. Надо усмотреть их должностно. Все. Они оба нечто. Они оба нечто. Наверное, должности не заканчиваются. Они еще и оба иные. А сначала это было должностно. То есть, ребенок сначала вообще к маме. То есть, они одно целое. И ребенок не может существовать. Там зародыш человека очень долго не может существовать. Без поддержки материнского организма. То есть, чтобы отделить, нужно, чтобы сначала было точнество. Чтобы было точнество, нужно его увидеть. Вот мы его увидели. Они оба нечто. Они оба иные. Вот. Вот. В этом. Отсюда и пляж. Но только ли нечто иное? А вот и нет. Не исчерпывается тем, что оно иное. И то, что оно и нечто. Она содержит в себе положительную определенность, кроме отрицательной. Не только. То есть, несмотря на все точнество. Несмотря на то, что наши два предложения мы сказали об их точнестве. Во-первых, что они оба нечто. Во-вторых, что они оба иные. Все равно. И на бытие находится вне нечто. Отдельно. И на бытие отдельно. Мы рассматриваем его отдельно. Мы рассматриваем иное само по себе. Вот. Раз в нечто есть становление. Раз в нечто есть становление. Само в нечто есть становление. То в нем есть два момента. Первое. Само в нечто. Бытие. Да. Первое бытие. А что в нечто бытие? Самое нечто? В нечто бытие. В определенном личном бытие. А что это такое определенное личное бытие? Это нечто? Да. Нечто. Бытие есть само нечто. Правильно, верно. А еще второй момент. Второй момент. Нечто. Нечто. Небытие. Нечто. Но в нечто это уже не просто не бытие. Второй момент. Небытие. Нечто. То есть некоторое другое. Да. Да. Бедно. Получилось два момента. Получилось два момента. Это само нечто и нечто другое. Да. Это до момента одного движения. Правда. И дальше идем. Вроде как два, да? Вроде как разные. Но и не только. А что еще можно сказать? Другое нечто. Нечто другого есть, другое нечто. Да вообще они в принципе оба нечто. Оба нечто. Они одинаковые в том, что они оба нечто. Одинаковые. Ну да. Получается оба нечто и оба другие. Они оба нечто и оба нечто. Да. Верно. Вроде как торжественно, да? Торжественно, да. Да. И получается, что иное… Иное новое есть иное. Да, еще не получается. А как это получается? Еще не получилось. Еще не получилось, что это по иного есть иного. Это дополнительная музыка. А нужно, чтобы это была не дополнительная, а определённая музыка. Оба есть иные, но ты только шла сформулировал их тожество, что они оба есть что, оба иные. Поэтому так же есть. Но только или тожество есть? Знаете, что это разные, различные моменты становления? Да не только, а в том, что нечто есть не только иное. Ино бытие, мне больше всего нравится, потому что ино бытие находится вне нечто. Не только нечто, я понимаю, но ещё и одно нечто. Да, поэтому иное можно смотреть отдельно. Иное отдельно, внешне нечто. Иное – внешне нечто. Вот нужно это проговорить. Я считаю, что это нужно проговорить. Что иное – внешне нечто. Несмотря на то, что они дождественные, и вроде как одно и то же, но ведь не одно и то же. Они всё-таки разные. И иное находится вне нечто. Мы решили, что иное – не нечто. Поэтому иное есть само у себе. А иное – самого в себе, и есть иное – самого в себя. Вот это нужно обязательно сказать, прежде чем на вот эту заученную фразу, но иное есть иное. Ну да, то есть иное – это не нечто, а иное – это некоторое другое, иное. Нормально. Ну, его поэтому и на бытие можно взять отдельно, само по себе. Вот. Вот это хорошо в данном случае. Ну, я не знаю, всем нравится? Мне нравится, если кому-то не нравится? Да. Нормально, по-моему. И на бытие мне. И на бытие мне. Что отдельно берём иное? Ну вот да. Мы должны взять иное, обоснованное. Не просто так, из-за капризной своей фантазии, а обоснованное, чтобы деваться. Мы смотрим иное как бытие, берём его как бытие. Подожди, подожди, подожди. Нужно, ну ещё, проговори, пожалуйста, вот с того момента, как мы увидели, что и на бытие в ней нечто. Вот и на бытие в ней нечто. Что из этого следует? Ну, мы увидели, что в листе есть становление, становление этого момента и… Слишком глубоко назад, слишком далеко назад. Да. А вот именно с того момента, что мы смотрели тоже, что они оба нечто, они оба иные. А потом сказали, что и на бытие находится в ней нечто. Что из этого следует? И на бытие находится в ней нечто, и из этого следует, что и на бытие – это иное в нечто. Нужно рассмотреть само по себе. Если и на бытие есть само по себе, то мы и рассматриваем его само по себе. Иное нужно взять изолированное. Иное есть изолированное. Вот так можно сказать. Но материалистичнее всего, без того, что мы приплетаем себя, можно рассмотреть, мы рассматриваем. Можно так. Из-за того, что и на бытие – в ней нечто, следовательно, иное – изолированное. А, нет, плохо звучит. Плохо, 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 плохо звучит. Я ошиблась, извините. У Гегеля написано, что из-за того, что и на бытие – в ней нечто, следовательно, мы иное берем отдельное. И все-таки тут никак не освободиться от наших волок, которые там думают. Ну ладно. Следует – взять. Следует – нужно – надо. Вот это, наверное, лучше всего будет. Из-за того, что и на бытие находится в ней нечто, следовательно, мы иное должны, следует нам рассмотреть отдельно. Само по себе. Само по себе? То есть как бытие в себе? Ну а зачем как бытие? Просто само по себе. Вот иное – само по себе. Мы можем не останавливаться на том, что мы бытие. Мы это уже уяснили в тот момент, когда сказали, что оно нечто. Вот когда мы сказали, что… Думаем о том, что говорим. Когда мы сказали, что иное есть нечто, что мы тем самым сказали? То же самое утверждение. То же самое утверждение, что иное есть определенное наличное бытие. Мы уже это давно сказали. И себе не противоречено. Вот. 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 Ну да. И значит, что в омом есть также становление? Да нет. Это тоже в круглозаде мы оставили. Мы, когда пришли к тому, что рассматриваем, должны рассмотреть, нам следует рассмотреть иное само по себе, что следует? Что иное само по себе есть иное самого себя. Почему это так следует? Что иное само по себе есть иное само по себе. Потому что другого нет. Нету, что больше направиться на отрицание, кроме самого себя. Мы остановились на том, что следует рассмотреть иное самому себе, а иное самого по себе есть иное самого себя, то есть иное иного. А уже отсюда мы можем повторять заученную фразу «ничего плохого» в том, чтобы на первых порах обучения повторять заученную фразу. Ничего плохого там нет. Иное, иное есть иное. Ну надо, ну куда деться. Пока еще не свободно формулируешь мысли сам, то нужно все-таки как-то с чего-то начинать, не что-то начинать говорить, а потом и дойдет. Но мы-то тут занимаемся не только тем, что заученную фразу повторяем все-таки. Я надеюсь, что какая-то ясность дополнительная вносится помимо этих заученных фраз. Вот. Иное иное есть иное, и иное иное есть иное шифр. Да. Как эти моменты можно охарактеризовать? Первое, что ты сказал? Первое, что ты сказал из двух подтверждений. Иное иное, иное есть иное. То есть... То есть... Как это нужно шифровать? Неравно. То есть... Не быть и иное, а иное, иное. А если иное, иное, иное. По-моему... Ирина, правильно сказал. Оно неравно сможет. Да, да, да. Неравно. Неравно. Вот откуда мы берем. Равенство с собой, неравенство с собой. Вот отсюда мы берем. Отсюда получаем. Не просто повторяем заученное, а увидели это соотношение. Иное и иного. Есть. Отрицающее себе, неравное себе, изменяющее себе. Вот. Мы, как правильно определил Ренат, мы дошли, получили, извлекли неравенство с самим собой. Неравенство. Момент этот достали. Тождество было – это равенство с собой. Ну вот, да. А еще одно утверждение. То, во что иное изменилось, есть иное же без всяких других определений. Ну тоже здесь. Вот отсюда и равенство с собой. То есть, получили сначала неравенство, потом равенство. Так, конечно. Неравенство и равенство. Их можно назвать. Я думаю, любой это с легкостью сделает. Момент равенства с собой. Ну… Равенство с собой называется в себе бытие. Да. В себе бытие. Верно. Совершенно. Да. А неравенство с собой – момент. Вот. Хитрицами он называет своих товарищей. Андрей Анатольевич. А неравенство с собой – момент. В семье. Бытие для другого. Да. Бытие для другого. Бытие для другого. В разных переводах. По-разному говорится. Но по смыслу – это иное, другое. Что там, где длино, где другое. Одно и то же. Да. Тут еще. Помимо того, чтобы просто назвать моменты, что иное, вот тем самым, что оно тождец на себе, восстановило себя, как равное самому себе нечто. как нечто. А почему как нечто? Почему как нечто? Почему вдруг Гимель пришелся обнить иное с нечто? Потому что мы вышли нечто? Потому что мы вышли нечто. А ноя – это и есть нечто. Может, об этом говорить? Ну, тут просто иное – это было себя, как нечто. Это. То есть восстановило равенство с собой, а мы это равенство с собой видели, когда говорили о том, что нечто есть отрицание – отрицание. Вот тот момент. Вот когда-то давно мы пришли к тому, что нечто есть в себе становление. Что нечто есть – отрицание – отрицание. Что нечто есть внутри себя бытие. Вот это вот ef tecnologia. То есть отрицание в самом нечном и его восстановление себя как равного себя в себе через свое отрицание. И точно так же повело себя и иное. Даже когда мы его от всего изолировать, от нечто его изолировать, оно все равно повело себя как нечто. Оно все равно, отрицая себя, уничтожая себя, изменяясь, оно все равно осталось между собой точно так же, как и нечто это сделало. Мы можем и так сказать, а изначально? Да, изначально тоже. Мы говорили о том, что ничего удивительного в этом нет, потому что мы с самого начала говорили, что иное есть нечто, любое иное есть нечто. Ну а тут мы увидели конкретно, что иное восстановило себя как равное самому себе нечто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok